Двойной удар на Спорт.ФМ Добрый вечер, друзья. Как обычно, по понедельникам я говорю, что уикенд начинается в субботу, заканчивается в понедельник, понедельник начинается в субботу. В общем, вы много раз слышали от меня все эти сказки и присказки, но для сегодняшнего эфира я выбрал эпиграф, цитату Фаины Раневской, о том, что слабый пол — это не женщина, слабый пол — это гнилые доски. Всё дело в том, что у нас сегодня в гостях моя старинная подруженция, даже вот неприлично говорить, сколько лет мы с ней знакомы. А ей всё 18? Да, ей всё 18, причём барышня была, ну, чуть ли не вице-президентом одной крупнейшей нефтяной компании, но отправилась сниматься в мультфильмах, чем благополучно сейчас занимается, а параллельно занимается бразильским джиу-джитсу. Причём не только у нас в стране она занимается, вообще начала заниматься в Лондоне, а до этого занималась капо-эрой. Это из песни «Я уеду жить в Лондон», да? Да, 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 да. Но кому я там нужен? Послушала песню, уехала жить в Лондон, начала заниматься бразильским джиу-джитсу. В общем, тема бразильского джиу-джитсу нас никак не отпускает. У нас очередная научно-познавательная программа, друзья. Итак, дорогие друзья, с огромным удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. В студии «Спорт.ФМ» «Синий пояс» по бразильскому джиу-джитсу международной компании «Грейси Барра» — не путать с «Баром». Выступающая спортсменка, призёра, чемпион международных турниров, фотограф, художник Татьяна Алисова. Всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. И идейный вдохновитель и ведущий проекта «БЖЖ Фрикс», главный русскоязычный паблик о бразильском джиу-джитсу, аналитик, организатор БЖЖ-мероприятий в России Алексей Беляев. Удобра. Итак, дорогие друзья, нашим гостям жизненно необходимо задавать вопросы, и сделать это можно следующими способами. А их, кстати, уже есть. У нас вайбер-вотсап доступный 925-4-2-ки-93-2, смс-портал 5533-слову-спорт, начале сообщения. Ну и поскольку мы теперь люди с определённым местожительства, у нас новый эфирный номер, вот как он звучит, 606-09-3-2, код Москвы 499. Вопросы уже сыпятся. Например, Михаил Сергеев, постоянный слушатель и фанат программы «Двойной удар» задает вопрос, какую музыку слушают сегодняшние гости. Татьяна. Я слушаю в основном электронику, если честно. Побольше конкретики. Побольше контракт. Ну в часах, знаешь, есть 12 мелодий. Да, 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 вот именно это. Завожу часы, будильник и слушаю стра музыку, пока не проснусь. Вот это. Либо я слушаю какой-нибудь тяжёлый рок, когда мне нужно перед соревнованиями настроиться. Очень, кстати, Ленинград заходит, и Ляпис какой-нибудь такой боевой, и после этого там на маты зажигать. Отлично. Алексей? Я всё чаще слушаю рингтоны, ну так получается, телефон постоянно разрывается. И как человек, который проработал 7 лет на радио, я перестал любить музыку лет 10 назад. Понимаю. И дома всё закончилось, музыкальные носители просто отсутствуют. И тишина. Да. А вдоль дороги, сами знаете что. Казалось бы, при чём здесь бразильское джиу-джитсу? Да, вот это очень интересная штука. Потому что, как Игорь упомянул, я занималась капоэрой, и там очень такая важная тема, такое братство, содружество, все друг друга поддерживают. Ну начнём с того, что все бразильские капоэристы, они ещё и бразильским джиу-джитсу занимаются, очень интенсивно. И это сюда они приезжают, говорят, мы капоэра-капоэра, на самом деле они и там, и там, и там, и качаются, и что только не делают. Ну да, это было нечто такое, для меня очень страшное. Я помню, для Игоря, опять же, фотографировала каратэ, и у меня такое, о боже, они там друг другу в лицо бьют. Ногой! Ногами! Это... Варварство! Варварство! Не то, что наша капоэра, там, бесконтактный спорт, там, все дела. А потом меня что-то накрыло. А вот я хочу в ММА пойти заниматься. А вот почему бы нет? В общем, я начала думать, так, окей, давайте по списку. Пошла заниматься боксом. Занималась боксом спортивным, там, года два я занималась в такой школе Олимпийского резерва, там, отлично. Потом, опять же, я уехала в Лондон, и такая, хм, ну, рисовать, конечно, хорошо, но что-то не хватает. В общем, ну, в оба же же, я давно собиралась этим заниматься. И приезжаю как-то в Москву, моя подруга говорит, я тут бросила заниматься, хочешь, кимоно отдам? Я так, о, давай. Само проведение? Именно. Главное, что размер подошел. У девочек же это самый главный вопрос, чтобы размер, главное, чтобы костюмчик сидел. Да, да, да. И я могу сказать, опять же, тоже мне повезло, на тот момент известная девушка коричневый пояс, Маша Кворнец, она преподавала на тот момент здесь, она сейчас тоже уехала, и она вела занятия, меня к ней отправили, и я так, о, как классно, и я уехала домой в Лондон. И я такая, не, ну, надо же пойти заниматься, и я пошла заниматься, опять же, концептуальный подход, фундаментальный, изучить, какие команды есть в мире, Грейси Бара, там, Чекма, там, Рибера, во, Грейси Бара, о, классно, прям недалеко. И я пошла там заниматься, и осталось вот до сих пор. Да, вот сейчас продолжим это рассказывать, просто у нас Алексей Белеев немножечко заскучал. Да, и к нему вопрос тут пришел. Прекрасный вопрос, замечательный. Ты про WhatsApp? Я не знаю, это какой носитель, вопрос, который Василий из Москвы прислал. Ты про него? Ну-ка, расскажи. Правда, что если бы самбо было легким, оно бы называлось бразильским джиу-джитсу? У меня вот этот вопрос пришел. Нет, есть еще более крутой. Так. Вот лучше крутой, потому что это настолько стереотипный вопрос про «если бы самбо было легким». Да, это шутка. Да, возможно. Это шутка. Это просто возможность лишний раз, ну, бросить камень, вот там, в огород, в витрину, куда-нибудь. Вне спорт, в сторону неспорта. Да, и, пожалуйста, расскажите нам, кто такой Георгий Беде? Беде. Беда? Да, Беда, да. Ну, там Георгий Беда, правильно? Ну, возможно, я не знаю, где. Аром, Беде это другое. Я знаю, мне это не рассказывай. Вопрос к Алексею Беляеву. Почему он начинает тренировки по БЖ с двух банок пива, и при этом у него гард лучше, чем у Георгия Беды? Ну, не совсем точная информация. Я заканчиваю двумя банками пива. А, вот так, для расслабонного. Закрываю углеводное окно, пока оно само не расслабилось. Алексей Беляев тренируется по методикам сборной Германии по футболу. Они, между прочим, чемпионы мира действующие. И, опять же, вопрос от Поликарпа Поликарповича, Алексею Беляеву. Когда Георгию вот этому оденут коричневый пояс? И когда... Так, ну это ладно, это потом зададим. Когда? Кто это такой вообще? Когда Георгию оденут коричневый пояс? Да. Не, ну это хороший парень. Мы вместе там, собственно, сотрудничаем с проектом ACB и работаем по другим проектам. Но ему еще нужно за Пурпур как-то вывести. То есть он недавний Пурпур, до коричневого, я не знаю. Это нужно спрашивать у его тренера. Еще лет 10, да? За Пурпур, да. Последняя его схватка что-то была 29-0. Ему надо еще отработать. Мягко говоря. Дорогие друзья, в студии Спорт.ФМ Татьяна Алисова, Алексей Беляев. Сегодня говорим о бразильском джиу-джитсу. Продолжайте задавать свои вопросы. Вайбер, ватсап, 925-4293-2. Итак, вопрос. Миша Кратов. Миша Кратов задает. Хочу пойти тренироваться. Не знаю, что выбрать. Бразильское джиу-джитсо, рукопашный бой или самбо. Расскажите, в чем разница между этими направлениями. Ну, давайте я начну. Ребята, вы подхватывайте. Ну, рукопашный бой это такая спортивная дисциплина, где можно бить, где можно бороться. Это такое, ну, скажем, ММА в любительском варианте. Потому что всевозможные жесткости, с одной стороны, там запрещены. С другой стороны, если мы говорим об армейском рукопашном бою, то там ногами лежачи в голову бить совершенно спокойно можно это делать. Вот благо, экипировка позволяет. Там такие массивные и очень прочные шлемаки с металлическим забрало. И перчатки тоже такие. Да, но есть и динамовский рукопашный бой, там забрало нет. Там забрало нет, там и лоу-киков тоже нет. Потому что у ныне покойного основателя этого направления, я как-то спросил, а чего у вас нет лоу-киков, мне он сказал, что это антинародная техника. Я так и не понял. Кстати, это тоже было в студии Спорт.ФМ в далеком 2009 году. Я так и не понял, в чем антинародность технического элемента лоу-кик, но вот эта цитата, это не я придумал, я просто цитирую. Что касается бразильского джу-джитсу и самбо, я бы сказал бы, что системы, в общем-то, родственные, имеют одни и те же корни, мы об этом миллион раз говорили. И происходит на сегодняшний день такое взаимообогащение. У меня, во всяком случае, из самбо в бразильское джу-джитсу перетекли техники на ноги, я имею в виду болевые, всевозможные скручивания пяток, ущемления силы. Ну, они там, собственно, и были изначально. Они не уделяли внимания. Да, в какое-то время они считались грязными в Бразилии. Вот так же, как лоу-кик считался там... В динамовском рукопашном бою. В динамовском рукопашном бою антинародная техника, и так и всевозможные хил-хуки и футлоки в бразильском джу-джитсу определенное время считались грязной техникой. Но в вашем системе родственная разница, наверное, в правиле проведения соревнований и в каких-то нюансах. Ну, системы родственные, все плюс-минус... Все вышли из зала дзигуру-кану, японского коду-кана. У нас телефонный звонок. Да, дорогие друзья, напоминаю, что Татьяна Алисова и Алексей Беляев в студии Спорт-ФМ. Сегодня говорим о бразильском джиу-джитсу, ну и, разумеется, поговорим про ММА, без этого никуда. У нас есть телефонный номер 6060932, код Москвы, 499. Борис, здравствуйте вам. Добрый день, меня зовут Багис Хьюринов. Вопрос к Алексею. Вы сейчас как раз затронули тему ММА. Такий у меня вопрос. Алексей, а вы бы вышли вот с кем-нибудь по ММА? Спасибо. Борис, если бы я хотел выйти с кем-нибудь по ММА, я, наверное, занялся бы ММА. И ты это прекрасно знаешь. Рад тебя слышать, кстати. Шикарный вот этот французско-еврейский акцент. Но на самом деле, почему борьба? Я, как человек, занимавшийся раньше ударными видами спорта, там всякие кунг-фу, карате. Так вот, я как человек, который испытывает максимальный комфорт в положении лёжа, и спорт выбрал лёжа. Собственно, идеальное для меня решение. Так что, Борис, ну, может в следующий раз. Хотя, ну, давай с тобой на дне борьбы можно там покувыркаться. У нас как раз октагон в клубе появился. Вот, замечательно. Вопрос к Тане пришёл. Рассказывай. Андрей из Вашингтона задаёт вопрос. Не собирается ли Татьяна на Pan American в марте в Калифорнию? К сожалению, у меня нет спонсорского пакета, чтобы туда поехать. А так бы, почему нет? А вот была бы вышка из носовских пакетов. Бывшие коллеги нужны. Есть же проверенный метод у нас работает в ВКонтакте. Соберите мне деньги на билеты. Вы всегда работаете. Краунфандинг. Ну, почти. Ну, я думаю, может быть, я сейчас пообщаюсь ещё больше, расскажу про жизнь, там, ещё про что-нибудь. Ну, Татьяна, вас слушает вся страна и не только. Поэтому не сомневайтесь в успехе. Несколько стран. Но мы возьмём свой скромный процент. По традиции. Кстати, это хорошая тема о том, как спортсмены, например, спонсируются, там, какими-то брендами, кимоно и так далее. Мне пока не предлагали. Но это не на уровне синих поясов. Давайте экономику оставим в сторону. Мне кажется, что это было бы интересно сравнить методику подготовки, как тренируют в России, как тренируют не в России, как тренируют бразильцы, когда приезжают к нам, как тренируют бразильцы, когда к нам не приезжают. Потому что японцы, я свои параллели проведу, японцы, которые приезжают тренировать здесь, и тренировки где-то в Японии или на Окинаве, вещи абсолютно разные. Ну, это очень такая большая тема, потому что, во-первых, расскажу про Рафаэля Фрейтеса, Барата Фрейтес, который приезжал на ICB, на ивент, который был абсолютно сейчас шикарнейший промоушен, который, наверное, лучший в мире промоушен, так и есть. Это мы про какой говорим? Там, где Эдди Гвартанян не выиграл вдруг странным образом? Мы про этот говорим? ICB JJ. Это тот, который сейчас... Это не ММА, это именно бразильская джи-джи-джи-джи-джи-джи. Да, и сейчас будет в Сан-Паулу, там будет... Тоже ICB. ICB JJ будет уже десятый, по-моему. Но это коллекции лучше, он с ними работает вплотную, он расскажет. В общем, приехал Рафаэль Барата, да, мы его изнутри тусовки знаем как изобретатель Барата Платы. Это определенный прием на узел плеча и так далее. Он достаточно известен. И он приехал, так как он занимается в одной же команде, что и у меня. Опять же, так как я люблю поговорить. И он... Как-то мы с ним разговариваем. О, Гресси Бара, Гресси Бара. Я говорю, а у нас есть, заходи. О, да я с удовольствием. В общем, зашел он буквально накануне своего боя, зашел к нам именно потренироваться. Вот. Показывал ребятам правила, если кому интересно, правила спайдергарда, как работать со спайдергардом, это определенная тоже техника защиты, да. И, собственно, свою технику рассказывал. Он очень много рассказывал офф-топикам про то, как он развивает, например, самозащиту у женщин, само как направление. Это вообще отдельная тема, что они даже свои собственные пояса хотели выдавать по самозащите. А к ним чулки можно цеплять. Да, они розового цвета, кстати. Я бы не отказалась. Розового цвета со стразами. Да. Да. И тут все очень решает личность тренера. Потому что я была на семинарах, когда в Москву приезжают там суперзвезда, и два часа, например, час разговаривает, потом какие-то базовые техники показывает, потом показывает одну космическую технику. И два часа фотографируется. Ну, класс. Ну, класс. Ну, почему нет? Но зато, зато весь Инстаграм, весь Фейсбук, фотографии. Я тренируюсь с бразильскими мастерами. Я уже вот без пяти... Вот сейчас Дана Вайт будет звонить, я контракт подписываю. Но раньше это считалось как бы таким... каким-то событием, когда приезжает бразилец. Сейчас же люди задают... Перед тем, как прийти на семинар, задают вопрос, а какая тема? То есть все приелись просто вот этими гастролями, с троллями известных бразильцев. Он приезжает, показывает космическую технику. У всех получилось на тренировке. Через полчаса все забыли, чем они занимались, потому что все в течение всей тренировки думали о том, чтобы успеть в очередь сфотографироваться. Понятное дело. Мы как раз сейчас с фриксами уже второй год запускаем проект так называемых смарт-семинаров. Это когда мы сами требуем уже у человека, привезенного там бразильца или мастера, или с какой-либо другой стороны, сами назначаем ему тему. Мы в первую очередь узнаем, какие фишки у него работают, его коронки. И именно вот эту тему, над которой он там работал десятилетия, мы пытаемся выяснить за пару часов тренировок. И это полное погружение в тему, а не вот фотосессия и автограф-сессия. То есть это все-таки уже больше спорт? Сейчас это больше спорт. Спортивный подход. Вопрос житийский, естественно, но они будут прилетать. Ко всем девушкам, спортсменкам, занимающимся единоборствами, от матча, как муж-парень смотрит на вашу джиу-джитсу, не боится ли он огрести при плохом поведении? Сверху из гарды. Да. У меня, видимо, мне повезло. На самом деле, я боюсь как бы от него не огрести, потому что он тяжелый. Когда он меня тренирует, мне очень сильно прилетает. И, как он говорит, в борьбе у бойца нет пола, и поэтому... Извини. Извини. Ничего личного. Да-да-да. Потом будет утешать. Ну, извини, слишком сильно. Ну, как бы, нормально все. А мне при этом очень везет, потому что я, в принципе, я физически более подготовлена, чем многие девчонки, это правда. И я, когда с девушками борюсь, я стараюсь все-таки бороться аккуратно, ничего не поломать, да. Когда я борюсь с ним, я могу полную силу наработать, я знаю, что он железный, как бы, ничего не будет. Поэтому мне просто повезло. Мне казалось, он деревянный. Вот так, честно и откровенно. Еще минуту, ну, минуту у нас есть до перерыва, есть какой-нибудь короткий вопрос? Ну, короткий вопрос такой. Тань, когда тебе сдавать на пурпурный? Сдавать. Надеюсь. Сдавать. Сдавать. Сдавать денег. Я, по всей видимости, сказал что-то некорректное, просто в карате принято, вот ты дошел до какого-то уровня, потом тебе говорят, все, теперь сдаешь дальше. Это не отменяет соревновательной практики. Просто соревнование это одно, сдача на какие-то мастерские ступени, это совершенно другое. Кстати, в тайском боксе тоже эти ступени присутствуют, как это оказывается. Так вот, когда, Таня, у тебя пурпурный? Ну, по ощущениям, не ближе, чем через пару лет, на самом деле. Потому что, как только я перешла на синий пояс, это было год, ну, примерно год назад. По белым я отлично так выступала, там все медальки, во всю. А получаешь синий, начинаешь уже получать. А сколько ты шла? Об этом, поговорим после паузы. Так звучит Олд Траффорд. Слушай футбол на Спорт-ФМ. Двойной удар на Спорт-ФМ И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа Двойной удар на Спорт-ФМ. Самое зубодробительное шоу ФМ-диапазона. Мы по-прежнему живы и на свободе. Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. И продолжаем с пристрастием опрашивать наших дорогих гостей. Это синий пояс по бразильскому джиу-джитсу Татьяна Алисова. Единый вдохновитель и ведущий проекта БЖЖ Фрикс. Главный русскоязычный паблик ОБЖЖ Алексей Беляев. Продолжайте задавать свои вопросы. Девочки из Владивостока. Это целая сборная ДВФУ по самбо. То есть из Владивостока, да, Марфа? Да, с Владивостока. Задают вопрос. А железом Таня занимается? Качается ли в зале? Девочки знают, о чем говорят. К нам приходила одна самбистка. При весе 70 килограммов. Помнишь, приходила чемпионка? Да, да, да. Девочка весит 70 килограммов. Жим лежа делает 100 кг. Я очень ее понимаю, потому что... Тоже делаю 100 кг. Да, я приседаю со штангой 130 килограммов. Это приседание, а жим лежа? Это приседание, а жим лежа у меня немножко хромает. Я где-то... 90. Последний раз... Не-не-не, что-то около 60. Жим у меня отстает. То есть становую я 110 делала, когда проходку делала. Соответственно присед 130, а вот жим у меня отставал. Давайте поговорим, все-таки времени у нас немного, давайте поговорим вот о чем. Тогда еще один вопрос. Ну давай, ладно. Тогда давайте еще один вопрос. Катя Иванова. Мне 30 лет. Я пью, курю. Нет, нет, это шутка. Естественно не так. Катя Иванова пишет. Мне 30 лет. В базе классический бокс. КМС. Нормально. Надоело драться. Голову жалко. Не поздно ли в БЖЖ перейти? Можно я отвечу? Алексей Белеев. Я как человек, который пришел в БЖЖ в 37. С вот таким пузом. 93 килограмма. Пьющий, курящий. И собственно... Так что поменялось? Ты и так пьешь и куришь. Ну похудел же. Я похудел. И собственно время от времени на соревнованиях выступаю, борюсь, занимаюсь. И собственно нет, не поздно. Мало того классно, здорово и может очень неплохо изменить. А вот это вот пресловутое правило, о котором мы с Романом очень часто говорили, что борцу, тому же БЖЖшнику переквалифицироваться в ударника, проще, чем ударнику перейти в борьбу. Все другое. Привык стоять в стойке, а тут нужно начинать с элементарных вещей, там всякие страховки, контроли. И для того, кто провел большую часть сознательной жизни в стойке, это сложно. Да нет, ну просто бокс и ударка ты отдаешь, борьба ты как бы забираешь. Это тоже, я и сказал, другие мышцы работают, антагонисты, сжиматели и разжиматели. Я пожалуй добавлю, потому что я об этом думала, у нас больше всех проблем испытывали, когда приходили каратисты. Но каратисты они везде проблему испытывают, потому что не бороться, не бить не умеют. Они, скорее, некая зажатость есть, какой-то вот, допустим, бокс тоже. Я занималась боксом, почему я бросила? Потому что бокс классная штука, мне очень нравилось. Но когда я поняла, что я даже по улице начала согнувших ходить, чуть ли не в стойке, ну я подумала, что, наверное... На дискотеке танцевала, да? Подбородок, подбородок груди, да? Да, и я после этого, я пошла, кстати, на полдэнс, занималась там, и меня расправилось плечи, типа, уже все нормально, я считаю. А продолжаете заниматься этим? Времени не хватает. Понятно. Скорее, я бы с удовольствием. Но, и, кстати, синяков там я получала гораздо больше, чем на том же самом джиу-джитсу за долгое время на полдэнсе, так что не стоит, да, оценивать. Так что, уважаемая Катя Иванова, милости просим, приходите заниматься бразильским джиу-джитсу. Единственное, что вы не указали, в каком городе вы живете, чтобы мы дали вам практические рекомендации. В рамках Лебеза должны сказать, да, что джиу-джитсу такой очень демократичный спорт, куча там категорий, тебе там 60 лет, ты просто заявляешься на соревнованиях в категорию для 60-летних. Так, какой-нибудь мастер 5 там. Вот, кстати, по поводу всевозможных квалификаций и прочего, Александр Зверев задает вопрос, правда ли, что согласно идеологии бразильского джиу-джитсу человек более слабый может победить более сильного с помощью техники? Или это фантазии? Есть ли такие примеры, когда более слабый побеждал более сильного? Я думаю, что это некорректно сформулированный вопрос, потому что если вы пришли в бразильское джиу-джитсу, какое-то время там прозанимались, ну, у вас и техника, и силы присутствуют. На самом деле это самый распространенный стереотип, который встречается во всех рекламных плакатах и листовках школы классов по бразильскому джиу-джитсу. То есть это то самое единоборство, которое научит вас справляться с физически более сильным. Раньше то же самое писали про карате, просто сейчас взяли и переписали про бразильское джиу-джитсу, поменяли несколько. То же самое писали и про джиу-джитсу классическое, то же самое когда-то рассказывали и про дзюдо. По большому счету, да. То есть, ну, в каком смысле? Когда ты вот такой вот дрищ 70-килограммовый встречаешься на улице с неподготовленным 100-килограммовым пьяницей. Да, 100% работает, но когда 70-килограммовый борец встречается со 100-килограммовым борцом того же стиля, понятное дело, что здесь и вес, и физическая сила имеют значение. Но, тем не менее, да, есть случаи, доказывающие вот это знаменитое выражение Кайо Терра, который говорил, техника побеждает все. По сути, да, техника побеждает. Здесь люди все-таки не как в армрестлинге борются, кто сильнее. Хотя я тоже очень поверхностно сейчас рассуждаю об армрестлинге. Вот как раз в армрестлинге техника играет определяющую роль. Да, поэтому я понял, что ляпнул глупость. В джиу-джитсу можно переиграть. Все же это шахматы. Вот когда два шахматиста сражаются друг с другом, их вес и физическая сила значения не имеют. Вот примерно то же самое может быть в джиу-джитсу, но по большому счету это красивая легенда, конечно. И плюс я добавлю, когда я выступала в салютке, когда со мной боролась девочка там на 30 килограмм меня больше, у меня нет шансов ее там переосилить, перевернуть. Я ей заползаю за спину, беру отворот кимоно и душу ее кимоно. Вот это вот почему я люблю борьбу в кимоно, потому что в кимоно ты можешь задушить и что-то как-то применить. Ага. Вот так же мы еще в перерыве говорили о том, что есть некоторые проблемы с женским в джиу-джитсу. Да, и это международная проблема. Где женщины, там проблемы просто. Ну, пожалуй. Вот Алексей Беляев правильно рассуждает. Но смысл в том, что девушек в джиу-джитсу раньше вообще не рассматривали как даже спарринг-партнеров. Исторически так сложилось, да, борьба за эмансипацию и так далее. Сейчас девушек намного больше. По клубам, если походить, посмотреть, ну, девушек, ну, процентов 20 иногда бывает. Ну, это нормальная цифра. Где-то больше, где-то меньше, но все равно. На соревнованиях, да, белые пояса есть, да, синие пояса есть. Начиная с пурпуров, в России уже очень сложно набрать хотя бы категорию одну. Ну, просто до пурпурного пояса не успевают дойти муж, первый ребенок, второй ребенок. На синих поясах, в принципе, очень многие люди бросают джиу-джитсу. То есть, вот добился все. И понимая, что до следующей цели еще идти, идти, есть такое. Кстати, про финансирование. Прекрасный пришел вопрос обоим гостям. Какие перспективы вообще? Просто бизнес и бабло. Джиу самая дорогая секция во всех клубах, джиу-джитсу дешевле, а самбо вообще бесплатно есть. Это они еще теннисом и полу не занимались. Ну, конечно, и гольфом. Сноуборд. Да, сноуборд тоже. А вот действительно, если говорить про деньги, дорого заниматься джиу-джитсу в сравнении со всеми остальными? Ну, вот мы перед эфиром с Таней обсуждали, если переводить лондонские расценки, это 12 тысяч рублей в месяц. И это не самая дорогая группа. Но это Лондон. Да, и при этом ты тратишься на кимоно, которое достаточно дорогое. Еще 12 тысяч. Да, а 12, если скидка в файт-вере, да? Да, да, да. Тебе проплатили, да? Неважно. Мы не раскроем Тавину. И плюс к этому ты плачешь, например, за турниры, которые тоже, например, сейчас будет у Continental Pro, который в сумме где-то долларов 100 выйдет. И плюс там куча-куча расходов набегает. И плюс, если ты еще хочешь за персональные тренировки, так там вообще ценник начинается за час от 150 фунтов, например, на 115 тысяч. Таня, ты точно бросила нефтяной бизнес? А вот я, кстати, думаю, может быть, как-то их соединить. А по поводу цены, наверное, к Алексею больше вопросов. Ну, так как он мониторит все клубы вообще в Москве-то точно, да, они дешево. В Москве это в среднем 5-6 тысяч рублей. Ну, я могу сказать, что 5 тысяч рублей на сегодняшний день такая средняя цена. Это абсолютно средняя цена, да. Для всех других единоборств тоже. Возможно, так и есть. В джиу-джитсу, вот если это официальные соревнования, проводимые под эгидой UHGF или IBGF, да, двух крупнейших федераций джиу-джитсу в мире, то это в среднем 100 долларов. 100 долларов стоит участие в соревновании. Ну, плюс членство там 25 долларов-евро на год, плюс дорогая экипировка, соответственно. Но есть и такие, так называемые, турниры-бензоколонки, как раз-таки со взносами в 1000 рублей. Это такие местечковые небольшие турнирчики на 100, там, человечков. Кстати, замечательная тема. А сколько таких официальных организаций на сегодняшний день в мире существует, которые регламентируют развитие бразильского джиу-джитсу? Я проведу параллели. В Японии нету организаций, которая бы регламентировала деятельность классического японского джиу-джитсу. Есть огромное количество фамильных школ, которые там приписывают свою родословную там на 1000 лет назад. Вот таких школ очень много. Единой организации, которая бы объединяла все эти клубы японских, их нет. Есть европейская организация, есть российская организация, спортивного джиу-джитсу, так называемого. Вот это есть. У японцев такого ничего нету. Как дела с бразильским? Бразильскому джиу-джитсу, собственно, задает моду федерация IBJF. Самая крупнейшая на данный момент. И, пожалуй, именно они проводят на данный момент, опять же, самые авторитетные турниры. Будь то ПАНС, IBJF Евро, которые стартуют завтра в Лиссабоне, Волтс Ги, Волтс Ноу Ги, которые проходят, как правило, в Калифорнии. Это IBJF. Вторая по уровню популярности и развивающаяся такая на данный момент федерация, это федерация джиу-джитсу Арабских Эмиратов, UAE-JJF. Сейчас очень серьезно развиваются, очень серьезно растут. И даже у нас будет в Москве чемпионат Европы по версии как раз-таки Арабской Федерации. Арабы не скупятся на деньги, не скупятся на призовые. Арабы проводят турниры, в которых люди получают, собственно, деньги наличными. Есть такой прям пласт турниров Grand Slam. Проводят турниры, в которых по итогам года спортсмены получают рейтинговые баллы. И спортсмен, заработавший максимальное количество баллов по итогам сезона, получает, собственно, свою призовую сумму. Такую неплохую прибавку к пенсии. Деньги привлекают спортсменов, разумеется. И спортсмены идут выступать в эту федерацию, вплоть до того, что если две федерации IBJF и UAE-JJF в двух разных точках планеты одновременно в один уикенд проводят два турнира, спортсмены делятся. Кто-то больше любит выступать в одной федерации, кто-то в другой. Но пока все же лидирующие позиции занимает IBJF. Очень неплохо в этом направлении сейчас развивается ACBJJ. Вот, кстати, извините, вопрос пришел. А разве в ACB не самые большие деньги, спрашивает меркантильная девушка? Меркантильная девушка может путать два формата турниров ACBJJ. Это чемпионаты открытые, так называемые. Вот у нас в Москве сейчас проходило пока два таких турнира. Это ACBJJ World Gi и ACBJJ No Gi. Да, беспрецедентная история с тем, что даже белые пояса, в категории белых поясов, люди могут заработать деньги за выигрыш. Даже третье место. Что, в принципе, в федерации IBJJF это какая-то неслыханная щедрость. И есть второй формат. Это ACB профессиональный промоушен. Да, то, что мы знаем как ACBJJ Grand Prix и в данном случае сейчас вот следующий ACBJJ 10, который пройдет 26 января в Сан-Паулу. Там действительно серьезные призовые деньги. Именно поэтому туда подписываются самые громкие имена в бразильском джиу-джитсу на данный момент. И вот даже тот ивент, который будет сейчас в Сан-Паулу, по праву, во всех там БЖЖ-таблоидах в интернете, называется самым грандиозным кардом за всю историю, собственно, профессиональных турниров по бразильскому джиу-джитсу. Алексей Беляев, вопрос, который волнует, естественно, меня в первую очередь, как уже было выше означено. Почему столько вопросов про пиво? Вот пришел, сколько пива оптимально выпивать в тренировочном режиме? И почему так вообще все произошло? Потому что есть еще другие вопросы, а времени мало. Я так полагаю, это имеет отношение к созданию паблика БЖЖ-фрикс? Ну, немножко, отчасти. Да, паблик БЖЖ-фрикс был придуман группой людей в процессе веселого застолья. Да, находящийся на лечении в ЛТП. Скажи мне, как художник художнику, для того, чтобы дойти до черного пояса, сколько нужно времени потратить? Лет? Лет 10, я думаю, хватит. Если ты кайотера, то 4, а так 10. А вот это первое слово, что оно означает? Кайотера, это имя. Имя знаменитого достаточно черного пояса, знаменитейшего технаря легковеса, автора фразы «Техника побеждает все». Он добился черного пояса за 4 года. Дорогие друзья, к огромному сожалению, время нашей беседы истекло. Прощаемся. Небольшой анонс, у нас возможен четверг, приход Майербека Хасиева в нашу студию. Да, напоминаю, что в студии «Спорт.ФМ» были представители бразильского джиу-джитсу Татьяна Алисова и Алексей Беляев. Господа и господа, мы очень приятно общаться. Одного часа было, разумеется, мало, поэтому заходите еще. Таня, вернешься на вышку, возьми меня с собой. Спасибо вам. Это был Двойной удар на «Спорт.ФМ», всем пока. Двойной удар на «Спорт.ФМ» Двойной удар на «Спорт.ФМ» Двойной удар на «Спорт.ФМ»